МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десятки стран хотят получить в свое распоряжение зенитно-ракетный комплекс С-300. Причина проста. Это самое эффективное в мире средство защиты против нападения с воздуха. Рассказ о нем в фильме «Оружие». Советские противовоздушные системы на протяжении многих лет демонстрировали высокие боевые качества. Это подтверждалось опытом их боевого применения во Вьетнаме и Египте, в Сирии и на Кубе, в Югославии и других горячих точках. Комплекс средней дальности С-300 занял особое место в ряду образцов вооружения для войск ПВО. Это обусловлено его высочайшими тактико-техническими характеристиками и широкими возможностями для модернизации. К 60-м годам прошлого столетия советские войска противовоздушной обороны получили на вооружение несколько разновидностей зенитно-ракетных систем С-25, С-75, С-125. Опыт их использования во Вьетнаме и на Ближнем Востоке выявил необходимость создания нового высокомобильного комплекса. Требовалось свести до минимума время перевода такого ЗРК из походного положения в боевое и обратно. Задержка с покиданием боевой позиции после стрельбы неизбежно вела к уничтожению комплекса ударными самолетами противника. Основным разработчиком систем ПВО в Советском Союзе было конструкторское бюро «Номер один». Именно там впервые задумались о создании принципиально новой системы, которая могла бы заменить недавно поступившие в войска мобильный комплекс средней дальности С-75. КБ «Номер один» основано в 1947 году. До 1955 года по настоящее время разрабатывает и выпускает зенитные ракетные комплексы, составляющие основы вооружения войск противовоздушной обороны. С-25, С-75, С-125, С-300, С-400. Продукция КБ-1, ныне концерн ПВО «Алмаз-Антей», зарекомендовала себя высокими тактико-техническими характеристиками и широко поставляется на экспорт. Долгие годы руководителем предприятия был академик Александр Расплетин. Идея была проста – объединить все лучшее из предыдущих и перспективных наработок. В итоге должна была получиться универсальная система для трех видов вооруженных сил – войск ПВО страны, сухопутных войск и военно-морского флота. Практически одновременно в США началось проектирование зенитно-ракетной системы «Патриот». Она должна была стать основной платформой защиты от нападения с воздуха на средних и ближних высотах. «Патриот» – наиболее совершенный из зарубежных зенитных ракетных комплексов. На вооружение армии США принят в 1982 году. «Патриотами» располагают также Германия, Япония, Израиль. Комплекс способен вести борьбу с современными и перспективными средствами воздушного нападения в сложных условиях боевой обстановки. Пусковая установка из четырех ракет размещается на самоходном или буксируемом шасси. Время подготовки к запуску – 15 минут. Советское военное руководство знало о начале работ над «Патриотом», но с адекватным ответом не торопилось. Удачный в целом опыт боевого применения 75-х и 125-х комплексов порождал некую самоуспокоенность. Государственный заказ на перспективную разработку выдан не был. Трехсотку в КБ номер один начали строить в инициативном порядке. Лишь через несколько лет предложенный проект поддержало Министерство радиоэлектронной промышленности, а затем и командование войск противовоздушной обороны. Комплекс предназначался для защиты административных и промышленных центров, пунктов управления, войсковых штабов и военных баз от налетов стратегической и тактической авиации, а также от ударов крылатых и баллистических ракет. Принципиальным отличием новой системы должна была стать ее многоканальность. Работа по нескольким целям одновременно. Это давало возможность отразить массированный налет авиации противника. Серьезных наработок по многоканальным системам еще не было. Конструкторам пришлось впервые решать множество сложнейших задач. Система была создана достаточно сложная. И данная система, я бы сказал, решала несколько задач. Если мы с вами, прикрывая объект старыми комплексами или старым парком машин, мы называем так, должны были бы, допустим, три модификации использоваться. Или три системы. 200-ю систему дальнего перехвата. Я говорю, значит, 75-ю и 125-ю, чтобы закрыть один объект. Так называемое тройное кольцо оборудованного. То здесь 300, как думал, машин задумывался для того, чтобы все эти комплексы заменить. И еще плюс 300-ю систему должна была решать проблему крылатых ракет и низклетящих целей. Самым важным элементом нового комплекса была многофункциональная радиолокационная станция. Она обеспечивала быстрый круговой обзор воздушного пространства и сопровождение сразу нескольких целей. К середине 70-х годов основные разработки по новому комплексу были завершены. Его составные элементы отправили на полигон Сары-Шаган в Казахстане. Здесь началась подготовка к государственным испытаниям. Сюда же была командирована группа специалистов головного производственно-технического предприятия «Гранит». Им предстояло дать путевку в жизнь зенитно-ракетной системе, аналогов которой в мире еще не было. Одновременно на полигоне «Капустин-Яр» шла подготовка к серийной сборке 300-го комплекса. Строились новые стыковочные площадки, ангары и укрытия для техники, прокладывались дороги. Капустин-Яр «Космос-1». Проведя успешные испытания на полигоне Сары-Шагане, первый полк пришел на стыковочную площадку, на полигон Капьяра, в 1978 году. Сдавали ему практически целый год полк, потому что мы сами учились, учились и с тем летать, стрелять. И я бы сказал так, в ноябре 1978 года первый полк ушел на вооружение в центр, под Москву. Все требования, которые предъявлялись военными к перспективной зенитно-ракетной системе, воплотить в жизнь оказалось очень сложно. Поэтому различные модификации ЗРК поступали в войска в разное время. Новый зенитно-ракетный комплекс получил обозначение С-300ПТ, то есть транспортируемый для войск противовоздушной обороны. В 1978 году он поступил на вооружение частей ПВО. С-300ПТ выпускался в двух вариантах. В первом варианте система монтировалась на шасси автомобиля повышенной проходимости, выпуска Минского автозавода. Во втором, более дешевом, она устанавливалась на полуприцепах и буксировалась трехосными седельными тягачами повышенной проходимости КРАС. С-300ПТ – мобильная зенитно-ракетная система среднего радиуса действия. Название по классификации НАТО – СА-10 «Грамбл». Дальность поражения целей – от 5 до 75 километров. Высота поражения целей – от 25 метров до 27 километров. Максимальная скорость поражаемых целей – 3000 метров в секунду. На вооружении комплекса состояла зенитная ракета 5В-55, разработанная в конструкторском бюро «Факел» Петра Грушина. В ней были воплощены самые передовые достижения ракетостроения. Реализован принцип сочетания инженерных решений высочайшего уровня с использованием современных технологий и достижений материаловедения. Пуск производился вертикально из транспортно-пускового контакта, в котором ракета могла храниться в течение 10 лет. Ракета выбрасывалась из контейнерной трубы при помощи пороховой катапульты на высоту 20 метров. Одновременно раскрывались ее управляющие аэродинамические поверхности. Газовые рули по командам автопилота разворачивали ракету на заданный курс, и после включения маршевого одноступенчатого двигателя она устремлялась к цели. В случае необходимости на цель одновременно наводилось 12 ракет. Вероятность поражения резко возрастала. Дневная мощь, 12 пусковых по 4, получается сразу 96 ракет. Можно обрабатывать практически на 2, представляете, сколько? 40, 96, 48 целей можно обрабатывать сразу в воздухе. С любого направления. Боевая часть ракеты 5В-55 была снабжена специальными металлическими кубиками, которые создавали сплошную зону поражения в радиусе 150 метров от эпицентра взрыва. Подрыв боевой части осуществлялся при помощи радиовзрывателя. Все боевые средства комплекса оборудованы системами защиты от поражающих факторов ядерного оружия. Процесс боевой работы максимально автоматизирован за счет использования быстродействующих цифровых вычислительных машин. С-300 стала самой боеспособной системой противовоздушной обороны конца 20 века. Но конструкторская мысль не стоит на месте. И вскоре появились модернизированные варианты комплекса. Рассказ о них в следующем фильме «Оружие». «Оружие»